Всем добрый день! Друзья, вы снова на канале обучения и саморазвития. И сегодня мы продолжаем говорить о том, как правильно писать традиционные стихи Хокку, которые, по мнению большинства экспертов, очень сильно помогают в саморазвитии, так как считается одним из самых мудрых стилей стихотворчества. Вообще Хокку – это действительно уникальный жанр поэзии. Так, каждый стих несет в себе описание чувств и образов всего одного момента. Причем и этот момент чаще всего не описывается полностью, а каждый читатель получает право закончить эту картину самостоятельно в своем воображении. Ну а так как этот вид поэзии достаточно непривычен русскоязычному человеку, то многие начинающие поэты делают очень много ошибок во время написания Хокку. Основные ошибки при написании Хокку Например, при написании Хокку основными ошибками считается отсутствие в вашем стихотворении содержания и контраста. Второй, самой часто встречающейся ошибкой, считается перегруженность Хокку сложными и неестественными словами и выражениями. Третья ошибка, которая встречается чаще всего у самых начинающих поэтов – это излишняя зацикленность на самом себе. Ведь Хокку надо писать достаточно отстраненно, чтобы читающий человек мог представить именно себя чувствующим то, что происходит в написанном вами Хокку. Иногда можно даже дать почувствовать читателю такую ситуацию, в которой вообще нет места человеческим суждениям и чувствам. Ну а для русского Хокку я бы еще назвал проблему, когда автор не в состоянии вложиться в нужное количество слогов, то он начинает использовать слишком много местоимений и слов-паразитов. И Хокку становится неинтересно читать. Избавляйтесь от подобных тенденций, и ваши Хокку всегда будут написаны в лучших традициях японской поэзии. И это уже неплохие советы, но самыми известными советами, именно относящимися к традиционным японским стихам и их сочинительству за всю историю, считаются 20 советов Джеймса В. Хеккета по написанию Хайку. Сам Джеймс Хеккет родился в 1929 году и считается самым выдающимся западным хайдзином, поэтом Хайку. Он всю жизнь, кстати, и отстаивал традиции написания Хайку настоящего момента и интуитивное ощущение вещей такими, какими они есть на самом деле, что как раз и повторяет стиль непосредственности настоящего момента самого Бассё, одного из самых известных сочинителей Хокку в Японии. Для Хеккета каждый Хокку был путем живого осознания и способом запечатлеть ценность любого момента настоящей реальной жизни. Итак, давайте же разберем эти 20 самых известных советов Хеккета по написанию Хайку. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео, а главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости, а мы продолжаем. 20 самых известных советов Хеккета по написанию Хайку с моими комментариями. Первое. Источник Хайку – жизнь. Это значит, что Хайку желательно писать о живой природе или как минимум о том, что существует в реальности, а не придумывать какие-то вымышленные ситуации. Второе. Обычные ежедневные события. Это означает, что не стоит придумывать что-то лишнее и необычное. Просто обернитесь. В мире вокруг вас полно замечательных моментов и событий, о которых можно слагать тысячи стихов. Третье. Созерцай природу в непосредственной близости. Хайку чаще всего пишутся о природе. И, конечно, самое лучшее – это наблюдать природу непосредственно, а не представлять ее в своих мыслях. Природа замечательна, чаще наблюдайте за ней. Да, и почти все человеческие эмоции можно выразить через природное явление. Четвертое. Отождествляй себя с тем, о чем пишешь. Замечательно, если ты увидишь или почувствуешь явление, которое запечатлено в хайку самостоятельно. С чужих слов писать хорошую хайку очень проблематично. Но самым лучшим примером этого мастерства отождествления является умение физически почувствовать себя частью природы, лепестком, падающим с сакуры или беззаботной бабочкой на цветке ириса. Это и будет искусством написания хорошего хайку. Пятое. Размышляй в одиночестве. Наедине с собой, когда тихо и никто не беспокоит, в состоянии самосозерцания проще всего услышать голос своей души и вникнуть в истинную природу вещей. В таком состоянии и рождаются самые знаменитые шедевры во всех видах искусства и науки. Шестое. Изображай природу, как она есть. Не используйте сложных и неестественных слов, а также не пытайтесь навязать природе человеческие мысли, чувства и суждения. Природа и так прекрасна, без всего этого лишнего налета будьте проще. Старайтесь не упускать духа искренности в каждом хайку. Седьмое. Не стремись всегда писать на 5-7-5. Об этом я уже говорил. Как говорится, размер не самое важное. Умение открыть душу и содержание стиха, конечно, куда более важно, чем его внешняя оболочка. Восьмое. Пиши в три строки. Этим создается необычный ритм хайку. Одна строка короткая, потом длинная, а потом опять короткая. Это, так сказать, визитная карточка этого стиля. Девятое. Пользуйся обычным языком. Естественно, использование любых слишком поэтичных слов или научных терминов только усложнит понимание хайку обычными людьми, а это только усложнит само хайку. Поистине дзенский девиз – это все богатство чувств в максимальной простоте выражения. Поэтому лучше всего использовать только слова, которые используются в повседневной речи. Десятое. Предполагай. Самым большим искусством в хайку считается не нарисовать всю картину в деталях, а дать читателю самому домыслить некоторые моменты. Хороша недосказанность. Она толкает читателя на самостоятельные выводы и размышления. Особенно это замечательно в наш век, когда все куда-то спешат. Тогда хороший хайку дает возможность остановиться и увидеть одну секунду жизни во всей ее красе. Ну а на этом на сегодня все. Смотрите в следующей части остальные 10 рекомендаций по написанию хайку от Джеймса Хекета. Одного из лучших, если не самого лучшего, Хэйдзина, родившегося за пределами Японии. Но так хорошо прочувствовавшего всю прелесть, а главное всю внешнюю простоту и одновременно всю внутреннюю сложность этой поэзии. Ну а главное, что если слагать такие стих доступно и иностранцам, то у нас тоже не японцев, а славян обязательно все получится. Как говорят, ничего не получается только у тех людей, которые ничего не делают. И кстати, если японские традиции на вас действуют слишком угнетающе и кажутся слишком сложными, или же наоборот слишком легкими и скучными, то не стоит отчаиваться. Есть отличная альтернатива. Вы можете попробовать писать русские хокку, о которых мы говорили в прошлый раз, и которые часто даже превосходят японские своей глубиной и сложностью. Русские аналоги этих стихов, конечно, не так традиционны, но зачастую развивают интеллект даже сильнее, чем японские варианты хокку-сочинительства. Так что посмотрите видео и о реально сложных и философских русских хокку. А я желаю вам больше полезной активности и широты души. И если при этом вы сможете еще научиться красиво выражать свои мысли, чтобы весь мир мог узнать о ваших замечательных достижениях, будет просто идеальное сочетание внутренних талантов и их внешнего проявления. Ну а я прощаюсь. Увидимся в следующей части, где продолжим рассматривать советы о написании японской поэзии хайку. Или смотрите видео уже с моими личными рекомендациями о том, как писать именно русские хокку. Всего вам доброго, до свидания. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвованные и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра!